Друзья, всем привет! Меня зовут Олеся, я практикующий веб-дизайнер. Сегодня мы отрисуем креативный дизайн первого экрана в табличном стиле. А сейчас готовь что-нибудь вкусненькое и погнали! Первое, что мы делаем, это создаем фрейм. Горячая клавиша F, задаем параметры 1920 ширина, 1080 высота. Сделали. Теперь задаем сеточку. Заходим в Layout Grid и добавляем сеточку. Нам нужна сетка из колонок, выбираем Columns, 12 колонок, отступы по бокам 20 пикселей, маржины. Гаттер тоже оставляем 20 пикселей, то есть отступы между колонок. Сеточка наша готова и сейчас будем создавать сам дизайн. Табличный стиль подходит почти для всех коммерческих проектов. Характеристиками его являются видимые границы, структурированное расположение контента и чистый дизайн. У нас имеется логотип, вы его можете скачать с телеграм-канала, все ссылочки находятся в описании под видео. Мы его прибиваем к левому краю, ставим по границе сетки. Создаем пункты меню. Горячая клавиша T, пишем первый пункт. Первый пункт будет Albums, то есть альбома. Сделали. Дальше задаем размеры. У нас сейчас стоит 16 размер, интерляж составляем 120%, начертание я поставила Medium. Сделали. Сейчас мы заходим в многоточие и выбираем настройку uppercase, чтобы все наши буквы были написаны капсом. Дублируем пункт, зажимаю Alt и дублируем. И будем писать остальные пункты меню. Все пункты написала, теперь я их выделяю и нажимаю горячую клавишу Shift плюс A, чтобы воспользоваться автолейяутом. Автолейяут нам нужен для того, чтобы мы задали одинаковую отступку между пунктами меню. Задаю отступ 40 пикселей и делаю выравнивание по центру. Все готово. Сейчас нам нужно сделать, чтобы наш логотип и наши пункты меню занимали область примерно половину нашего фрейма. Половина ширины фрейма это 960 пикселей. Сейчас я выделяю логотип и выделяю наш пункт меню. Сделала. Опять воспользуюсь автолейяутом. Shift плюс A. Дальше что делаю? Дальше задаю отступы. Отступ сверху, отступ снизу и отступы по бокам. Все они будут равны 20 пикселей. Поэтому здесь я ввожу 20 пикселей. 20. И здесь тоже 20. Мы видим, что у нас появились отступы. Дальше я задам обводку. Захожу в строк и добавляю обводку. Но обводка нам нужна только снизу и только с правой стороны. Почему? Потому что эту часть я располагаю вот здесь вот. И вот эти две линии нам не нужны. Нам не нужна вот эта линия и нам не нужна верхняя линия. Поэтому нам нужно оставить только правую линию и только линию, которую снизу. Как это сделать? Я захожу в настройки нашей обводки. У нас есть вот такая вот функция. Такой вот квадратик. Нажимаю на нее и выбираю кастомные настройки. И сейчас обнуляю отступы. Отступ с левой стороны будет 0. Отступ сверху тоже 0. А эти отступы оставляю. Все готово. Отлично. Эту часть мы сделали. Сейчас нужно задать ширину. Ширина 960 пикселей. Поэтому что я делаю? Я ставлю настройку Fixed. Фиксированная ширина. И задаю ширину 960. Готово. Дальше я выбираю здесь настройку Auto. Для того, чтобы наши пункты меню отъехали в правую сторону от логотипа. Auto. Все готово. Эта часть у нас готова. Двигаемся дальше. Пока ты еще здесь, для тебя очень важная информация. На этом канале каждую неделю выходят ролики по веб-дизайну и фрилансу. Поэтому подписывайся, чтобы не потерять. А мы продолжаем. Я добавила вторую часть в правую сторону нашего фрейма. Здесь у нас будет располагаться поиск, сеуч, и будет две иконочки. Первая иконка – это поиск. И вторая – стрелочка. Давайте зайдем в плагины. Нам нужно найти плагин Iconify. Заходим в данный плагин. И будем находить иконки. Первая иконка поиска – search. Так и пишем. И выбираем иконку, которая нам подойдет. Давайте выберем примерно вот такую иконку. Не буду сейчас особо заморачиваться. Размер оставляем 32х32 и ставим ее по центру. По центру нашего прямоугольничка, который у нас образовался. И следующую иконку нам нужно найти вот сюда стрелочку. Поставила стрелочку, также с иконы Iconify скачала. Добавила контент. Здесь у меня в заголовке стоит шрифт Oswald, 40 размер, интерляж 120%. Все шрифты также найдете в телеграм-канале. Также добавила кнопочку share с такой же иконочкой. Дальше нужно добавить нам ректенгл вот сюда вот. Горячие клавиши R и создаем ректенгл. Отступ задаем сверху 20 пикселей. И с левой стороны тоже 20 пикселей. Готово. Здесь тоже дотягиваем. Здесь давайте сделаем 30. Готово. И тоже растягиваем на всю доступную нам высоту. У нас имеется вот такое вот изображение. Также вы можете найти его в телеграм-канале. Я его сейчас копирую. Alt-Ctrl-C и вставляю в свой ректенгл. Ctrl-V. Вставила. Дальше нужно ставить изображение вот сюда. Такое вот будет изображение. Также я его копирую. Alt-Ctrl-C и вставляю сюда. Ctrl-V. Готово. Нужно еще добавить обводку. Захожу в строк и добавляю плюсик. Захожу опять в кастомные настройки. Обнуляю отступ сверху. 0 пикселей. И с правой стороны тоже 0. Сейчас все это поправлю. Так, тут все хорошо. Тут тоже все хорошо. Эта часть готова. Сейчас будем переходить к отрисовке вот этой левой части. Я добавила главный наш заголовок H1. Здесь тоже шрифт стоит Oswald, 155 размер. Также добавила кнопочку, добавила режимы предпросмотра, как у нас все это будет отображаться, вид отображения. Иконки можно найти также через плагин Iconify. Давайте зайдем в этот плагин. Здесь просто нужно будет ввести запрос layout. Эти законочки вы найдете, скачаете. Вот они, иконки с заливкой, выберите все, которые вам необходимы. Осталось нам доделать вот эту вот часть и нижнюю. Добавила нижнюю часть, здесь у нас две части, которые шириной 480 пикселей. То есть 960 мы разделили на 2, получилось 480 пикселей. Здесь также у нас будет изображение, также вы скачаете его в Telegram канале. Вот оно у нас, мы его также копируем, Alt-Ctrl-C и вставляем Ctrl-V. Заходим в Image и здесь нам нужно выбрать Crop. Выбираем Crop и давайте немножко отмасштабируем наше изображение, зажимаем Shift. Будем его располагать примерно вот таким вот образом. Добавила нижнюю часть. Как вы видите, вся наша работа строится на красивой типографике, на фотографиях и на каких-то иконках. То есть здесь нет ничего такого сложного, просто создается модульность, создается вот такой чистый дизайн с видимыми границами. В этом как раз и заключается табличный стиль. Все изображения, которые сегодня мы с вами использовали, будут в Telegram канале. Также там будут шрифты. Если вы хотите разобрать еще какие-то другие стили в дизайне, пишите в комментариях, обязательно разберем. Ну что, ребята, сегодня мы с вами отрисовали дизайн первого экрана в табличном стиле. Если ты хочешь узнавать больше крутых фишек, подписывайся на мои соцсети. Все ссылки ты найдешь в описании. Если тебе понравился данный формат обучения и ты хочешь больше таких роликов, подписывайся, пиши комментарии под этим видео. А с вами была Олеся Кутузова. До новых встреч. Пока-пока.